добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые ну в данном случае уже телезрители сангейс радио центр так убираю убираю второй компьютер голос слышно нормально видно нормально полет нормально все в порядке ну кто нас смотрит у нас видит не знаю надеюсь звук есть изображение есть отметьте если есть если нет тоже отметьте да мы начинаем нашу программу сегодня у нас понедельник понедельник 3 апреля и время в городе чикаго 8.30 утра на восточном побережье вашингтон нью-йорк время 9.30 на западном побережье калифорнии сан-франциско лос-анджелес это только 6.30 утра ну и 16.30 16.32 точнее в москве сегодня мы беседуем как всегда по понедельникам с астрологом андреем бухариным андрей здравствуйте здравствуйте уважаемые радиослушатели уже телезрители сангейс как у нас пока google hangout но тв у нас тоже есть у нас это то мы идем скоро будет уже в каждом доме ну как и на марсе скоро яблони будут вести это же мы тоже знаем ну время я понимаю так не урочное поскольку люди на работе но у нас такое время в эфире это уже уже потому что у андрея бухарина вот есть такое время которое он нам спасибо андрей вы нам выделяете это время для общения ну и наши телезрители это смотрят и будут оставлять свои замечания и комментарии как они это делают уже в том формате в котором мы находимся с вами я только вернулся секс по два дня было экспо у нас ну типа полуэзотерическое вот где центр сангейс принимал участие я в том числе ну и тут все в спешке поэтому может быть там вот то что сзади находится но это не очень смотрится но тем не менее как минимум у нас идет трансляция но раз никто ничего не пишет я так полагаю что все порядке иначе мы уже писали что не порядке правда верно так вот последний у нас был комментарий давайте мы его зачитаем я зачитаю пишет ну я бы так сказал хороший комментарий давайте мы его посмотрим если я его найду так вот я его нашел этот комментарий и сейчас мы зачитаем это было напомню было последняя наша трансляция где мы говорили с андреем с астрологом андреем бухариным о карме это понятно любой астролог значит такое карма так вот пишется у нас наша телезрительница радиослушатели астрологическая карта несет в себе неимоверное количество информации в том числе и про карму и про достижения в кавычках прошлых воплощений кем был что делал когда все прочесть можно но другое дело нужно видеть справедливый вопрос зачем человеку эта информация какую выгоду получит душа это высшее знание и не заводить их до уровня цирка примитивных развлечений фокусов нельзя пока все понятно все хорошо давайте андрей вы ответе у меня есть мое мнение ну давайте вы ответе на этот вопрос а потом у меня будет какой-то еще дополнительного как бы в ответ как я понял хочу поблагодарить телезрительницу за активное участие за комментарии они нужны любые комментарии нам нужны они очень нам скажем так оживляют наше общение и вот это во первых а во вторых телезрители высказывая свою точку зрения такую формирует некую обратную связь с нами то есть мы уже понимаем в каком скажем там русле формируется интерес зрителя что его скажем так душу волнует и с большим удовольствием радостью я отвечу на этот вопрос своим насколько я правильно понимаю то есть здесь в принципе два вопроса содержатся в одном случае зачем это надо в принципе а втором а второй вопрос что зачем из этого делать цирк типа это настолько все высокодуховное что профанировать это не следует ну во первых я начну с последнего вопроса но я полностью поддерживаю цирк никакой из духовных знаний делать не следует и этот цирк кстати делает как раз там желтой прессе вот у нас здесь полемики дебаты которые у нас бывают вот с майклом они как раз целью них серьезно подойти показать насколько что это не цирк что это не пустословие что это необходимое знание человечеству человечество подошло к тому уровню когда следующий этап развития развитие человечества грядет через познание механизма управления вселенной через познание более высокий уровень такой образования то есть если мы посмотрим на примере последних 100 лет например 150 то мы увидим динамику такого тренда образовательного человечества вот но сами согласитесь вот у нас у всех наши дедушки вот даже нашего поколения дедушки и бабушки наши они имели максимум 7 классов образования а так обычно минимум три а то и меньше а прадедушки и прабабушки в подавляющем большинстве они были не образованными это такого жизнь но и понимая что тогда были университеты кто-то был профессором кто-то был студентом кто-то в лицее где-то там учился но это единицы по сравнению с общей массой и вот мои исследования по теме цикла смены идеологий они как раз это и объясняют что не могла эра водолея сразу войти ну скажем в такую монархическую даже не только россию а в принципе повсеместно везде был такой вот этап 19 веке перехода от феодализма ну скажем к мануфактурам таким вот там формировался рабочий класс то есть опять же рабочий класс это уже более образованный скажем такой сегмент человечества чем ну скажем аграрий и собственно революция он был более скажем таким прогрессивным скажем таким пассионарно так себя проявил аграрии скажем более консервативны были в этом плане так вот дальше как раз пошло развитие человечества и на то что уже наши родители они уже стали иметь иметь среднее как минимум повсеместное образование и уже возможность высшего массового а мы уже с вами будут уже кто два образования имеет выше кто три кто там степени наук имеет и никто не задается вопросом выгодно ли это или нет то есть я плавно перехожу к первому вопросу к тому что знание это всегда выгодно знание это развитие человечества это например давайте медицину возьмем если медицина не будет развиваться не будут знания то кто вас будет лечить скажем так да как как будут операции проводиться какая-то хирургия как нейрохирургия таких то есть так таких вот скажем таких медицинских тем то есть принципе не было бы если бы человечество не развивалась и не получала знания поэтому отвечая на ваши два вопроса первой то есть здесь по поводу профанации я с вами полностью согласен профанировать духовные знания это ну скажем так анти божественным как раз их показывать серьезность их работоспособность я например в своих книгах и своих лекциях часто выступая объясняю смотрите вот закономерностей из климатические геополитические какие там по катастрофам и так далее теперь вопрос зачем это надо но я вам задал пример такой что еще в середине прошлого века или во второй половине прошлого века подавляющее большинство автолюбителей ездили без этих gps навигаторов и теперь ездят же без навигаторами то есть они что они дают маршрут они их предупреждают что там пробка здесь допустим сужение дороги вообще подсказывает маршрут как ближе проехать в городе кто адресу по которому они ну как бы еду теперь вопрос а зачем тогда их предупреждать пусть они живут как в середине двадцатого века либо еще лучше в девятнадцатом веке архаичные вообще без фары ездят вообще без фара да зачем фары автомобилисту фары они предупреждают включил ночью фары автомобилист и он видит свой путь да правильно а не так ездить чтобы как бог даст там в хует заехать убиться а потом ну кто знал кто знал говорит простите я вас перебью так и до сих пор ездит кстати в индию полосы а на самом деле их шесть там еще есть пять параллельных полос для мотоциклистов которые между этими машинами стоят еще пешеходы где-то там периодически переходят перебегают это какой-то ужас причем все сигналят удивительно все сигналят сплошной сигнал стоит чего сигналит кому сигналит совершенно непонятно я когда первый раз там побывал это было просто но я не знаю я вроде неплохо езжу да я бы там минуты не знаю три может продержался но больше не уверен поскольку это просто невероятно как они лавируют между полосами объезжая пешеходов мотоциклы машина машинные мотоциклы и так далее но продолжайте да то есть но я полностью согласен то есть будет дикость вот такая как в индии скажем так если не человечество не будет знаний а если будут знания то будет на дорогах порядок и дисциплина вот об этом и речь то есть знающее человечество всегда более здоровое более счастливое более такое прогрессивное чем человечество которое живет вне знаний которая скажем примитивная которая неграмотная вот и все астрология это следующий этап познания человечества который наступит как раз именно с новой эпохой который наступит в 2025 году начнется и делал идеологическая эпоха начнется когда признание астрологии будет как фундаментальной науки и так далее потому что вот вы представьте себе такой момент ну например те же ну профориентации ну ведь можно же кстати такие идеи есть у современных астрологов что допустим рождается дети автоматом определяется время рождения формируется гороскопе определяются но пусть уж там не точно что он там будет скажем там юрием гагариным да а пусть конкретно будет хотя бы тренд какой то есть гуманитарий технарь то есть там мы уже какие-то показатели на занятия музыкой либо наоборот какой-то инженер из него будущий и уже государство уже будет формировать его брать то есть зачем человек будет мучиться когда там ложный путь какой-то пойдет и вся жизнь или как бы не реализует себя когда уже зная его потенциал его сильные качества ему государство помогает и взращивать из него максимально раскрывается талант и этом будет способствовать как раз именно знания именно астрологические знания после 25 года такой вот сейчас еще как бы период еще вот этой рыбной энергетики уходящие рыбки она будет обязательно да она будет обязательно вот это вот такой мульт такой знаете подмену понятий то есть зачем вам это надо типа зачем из этого какой ну там профанировать еще скажите что этим что люди которые этим занимаются чтобы они еще денег за это не брали такую тему можно затронуть переходя кстати к шарлатанам и вам вот следующая тема сегодняшней передачи то есть конечно на что-то же жить надо это же вы поймите что люди которые занимаются этим они же тоже физическом теле находятся и тратят на это время либо полностью создаете так физически надо на что-то существовать другое дело что существует проходимцы которые кстати спекулируют именно на неграмотности народа массовой скажем так что на уши вешают и и зарабатывают на этом то есть огромные деньги в плане именно в том что люди не как сас как я кстати отвечаю на вопросы зачем это знать да чтоб быть грамотным чтобы вас не разводили какие-то там псевдо гуру и псевдо специалисты понимаете да спасибо дурят нашего брата короче говоря а андрей давайте мы перейдем к астрологической части то есть мы закончили с этим вопросом дорогие друзья выставляйте вопросы по мере нашей беседы я буду озвучивать если мы не так не будет вопросов или мы не успеем и оставим на следующий раз ну а сейчас все таки давайте перейдем к астрологии так многие вещи которые происходят скажем нам показывают через средства массовой информации красивый спектакль что это надо доказывать это любой здравомыслящий человек это понимает и знает поэтому масса масса не будет знать масса нет масса идет под заклание она будет и будут внушать всякие события которых нет она будет свято верить это ну так какова участь большинства я уже говорил про это почему это я все эти темы у меня не я вам честно скажу даже если там зрители спрашивают эту тему я откровенно скажу я их с позиции того что этого сейчас будет и больше для чего террористическую угрозу раскручивать разве не знаете для чего чтобы чипизировать человечество чтобы его поработить в электронный концлагерь для вас это новость для меня не новость это не новость уже десятилетиями она разоблачает эту ложь понимаете вот о чем речь поэтому и профанация идет на астрологию через желтую прессу что там давайте посмеемся над ней потому что по циклам войны никакой битвы под бородино не было в 1812 году а сколько там памятники настроили там и так далее поскольку подписано а сколько произведений было написано насколько придумано да представьте себе понимаете это же вам вам вы знаете как пишется произведение что гранты выдаются написать какое-то произведение произведение это не научный факт это художественный вымысел это разные вещи я научный факт это научный факт кроме этого и их еще чистят эти произведения поэтому есть точка зрения что лев николаевич толстой написал войну и мир он не придумал ее а просто описывал реально войну которым был свидетелем в середине 19 века и же как вы знаете что есть фотография наполеона бонапарта знаете это нет фотография как она может быть если в 1839 году появился фотоаппарат первым каким образом значит это было либо он раньше появился либо все события с наполеона были после 1839 года а нам байки рассказывают оттянули все это в прошлое но в принципе сейчас вот связи с тем что понимает что 19 веке произошла катастрофа чтобы была смыта себе после этого тартария была завоевана и была переименована в россию малая тартария стала мало россии большая тартария стала великая тартария велика россии это буквально это вот 150 200 лет что тут удивляться тут удивляться тут нечем андрей давай да да мы все последний свидетель умер и все и никто вам не расскажет майкл что этого не было можно я вам задам вопрос а можно немножко разошел я я вижу вопрос собственно говоря я была мы не обсуждаем это было или этого не было я вам ждал простой вопрос как насчет в апреля месяца прогнозы по апреля месяца в том где вы где-то делали месяц прогнозы объясню следующее что большой показатель есть то есть во первых на торможение дел это раз а второе на так как идет пять планет на ретроградном положении я уже про это рассказывал что именно будут то есть не будут именно скажем так а много показателей для каких-то изменений во властных структурах понимаете публичных скандалов я же вам говорил что следующий президент очень много будет что очень владимир вольфович жириновский это мне прогноз на год который я давал и он сейчас начинает выходить он заявляет что народ что основная лидирующая партия что она плохая так далее посмотрите выступление все пошел процесс и очень скоро наступит это время и он может быть вообще даже без выборов стать президентом понимаете это все вот какая интересно будет трампы и носки да это похоже владимир вольфович таки прямо и говорил что трамп это американский жириновский кажется так он сказал он я не выдумываю это это на самом деле против слушаю а как различить вы миссию этот вам вопрос вымесел от реальности с позиции астрологии но как раз так и объяснить что плохие события происходят всегда на плохих событиях то есть на плохих астрологических аспектах а хорошие на хорошие понимаете сейчас плохих астрологических аспектов нет 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 а нету и все ну что делать мы нет понимаете вот и все марс 3 плутона идет из подрать еще был я еще понял что там было бы события вот сейчас идет луна в треник никто ну хорошо как раз тайны какие-то создавать то есть иллюзию формировать и так далее ну так сформировали иллюзию ясно а как насчет и ретроградных планет соединившиеся в апреле месяце ну вот задержки очень сильно в том-то и дело что все останавливается бизнес останавливается продажи останавливаются договора контракты поэтому это время хорошее для редактирования чего-либо для изменения скажем реформ каких-то для изменения допустим исправление ошибок там бухгалтерии просто на сайте это ну вот короче говоря не для экспансии а для в мае начать надо вот в мае после 3 мая надо действовать понимаете там как раз уже директные уже меркурий будет венера директная будет надо действовать а до этого времени подготавливаться вот стратегия такая то есть апрель месяц месяц торможения месяц остановок изменений и причем на всех уровнях так как юпитер еще идет ретроградный то игру еще это все еще и на уровне вот этих властных структур еще окей хорошо а что еще можно сказать это при лимит до страну так в принципе месяц тормозной вот это надо и стратегия в этом таких показателей на какие-то глобальные такие вот трагедии я не вижу могут быть спектакли какие-то сейчас сатурн делает тринку рану такой глобальной планеты первой половины но в это не скажем так это аспект не глобальных каких-то плохих дел то есть это хорошо как раз структурировать из реформы конструктивные делать вот опять же вопрос показывает астрология как раз показывает что эти такие вещи я не могу говорить вам думайте сами я буду нарушать закон вас демоны учат я от этим пишу только кто отвечает чтобы вы думали своей головой их задача чтобы вы научились различать ложь и астрология как инструмент она помогает а я подсказывать вам не имею права если я это вижу что это спектакль а кто-то не видит зачем им знать зачем надо пройти этот опыт наступить на грабли там 150 раз там пойти куда-то погибнуть где-то либо заболеть чем-то потом уже в следующих жизнях поумнеть и уже тогда буду показали по телевизору это может и в голове как файл будет записан какой заархивирована какая-то такая опыт прошлой жизни вот так ну понятно логично дорогие друзья напоминаю мы общаемся с андреем бухариным астрологом и мы беседуем не только на астрологические темы где куда делает там трин какие планеты более положение да действительно ходят и они диктует так сказать свое и наше мышление тормозящиеся вот а то что устраивается цель это все понятно то что я как раз таки проводил программу на живом радио чикаго и у меня была целая раскладка но нумерологическая раскладка что произошло 11 сентября 2001 года и там просто невероятное совпадение связанное с числом 11 ну-ка кекс такое это просто невероятно непонятно даже как это вообще могло как это можно назвать совпадением но вот эти моменты которые андрей сейчас говорит о том что а было ли то было ли это так это как раз таки относится к тому что дурят нас дурят вот как отличить действительно это вопрос вопросов вообще так говоря вы знаете я ну как бы ближе к философии востока так вот на востоке в общем то знаете существовала такая интересная традиция расскажу маленькую плечу когда сейчас нету но раньше было то есть ребенок он начинает ползать вот берет этого ребенка чтобы определить его предназначение один из вариантов родители они вот открывает дверь в комнату в четырех углах комнаты стоят предметы в одном углу комнате лежат книги другом углу комнаты лежат стоит оружие какие-то там сабли блестящие красивые в третьем углу предметы земледелия допустим в четвертом углу зерно там короче говоря это 4 варны это называлось касты можно называть это и вот какой касте принадлежит этот ребенок вот так это как бы родители узнавали то есть о чем идет речь каждому человеку предписано что ему надо делать вот если ему приписано быть шутрой допустим до рабочими крестьянина то ему власть давать нельзя потому что этого что говоря совсем другая каста это скажем так вторая каста а вот это был лозунг который наш вось революции в этом месте мы будем все прогрессивное человечество отмечает его день рождения вот он нам дал такой лозунг то есть нам надо знать чем нам надо заниматься наверно будем адекватно воспринимать но опять же с детства учиться этому будем воспринимать информацию которая освещается где-то в желтой прессе или в какой-то другой прессе андрей скажите вопрос сейчас я почитаю если есть какие то у нас вопросы вот смотрите есть вопрос а как сейчас марс ведет себя так как гибель людей опять же санкт-петербурге это не иллюзия к сожалению а реальность знать я не буду комментировать эти вот кто для кого это реальность ради бога еще раз говорю по что мы нарушаем законы с вами космически идет обучение понимаете и большинство то есть большинство они проходят большинство всегда находится на скажем начальных этапах обучения чем сейчас буду здесь доказывать это не на если человек это не видит не понимает этого апеллирует там куда марс идет там и так далее то какие проблемы что был в том вагоне он это у него есть доказательства это формирует мнение что ему показали по телевизору я просто озвучу позвонила дама и интересно она я родилась тогда то значит не буду говорить полную дату сорок первого года я по нумерологии ну часть астрологии будет так говорить я пытаюсь все это дело упростить что было более понятно скажем так ну обычно и вот я считаю посчитал я говорю я предполагаю о том что у вас не было связи ну то есть 41 год вы же понимаете родился девочка родилась сорок первом году за два дня до начала войны 20 июня а то есть о чем идет речь о том что это тяжелое время я говорю ну я как бы не знаю да я не знаю ситуации я говорю о том что у вас не было связи по всей вероятностью из того что я разбираюсь не было связи с кем-то из родителей по всей вероятности с отцов а она ну это же радио там значит один звонок за звонок вторым звонком и так далее но вот вчера было экспо я там пришла это женщина и она увидела значит мою карточку бизнес карточку она говорит это вы вели я вот я та самая женщина которая родилась вот тогда тогда то я с вами не согласна я говорю с чем она говорит вообще-то я с вами полностью согласна но в том моменте у меня не было связи с родителем или они рано умерли они умерли в 90 там чем-то лет я долгожительница из рода долгожителей я и говорю простите а где был ваш отец он был все время с вами война была она говорит нет его не было он был на фронте я говорю так это я вам сказал у вас не было связи он был на фронте как понимать не было связи связь есть может быть понятно там где-то там на расстоянии но связи не было и отсюда следует вывод о том что у вас ну еще раз это моя психологическая может быть там подготовленность какая-то что по всей вероятности кто-то из ваших детей у вас есть дети есть сын дочь вот у сына скорее всего у сына будет какие-то проблемы семейной жизни она говорит нет никакого что-то он один раз развелся ну вот как вы андрей прокомментируете вот это вот случай ну вот если у нету связи ну неважно кармической связи или физической связи с родителями у ребенка допустим но это астрологический показатель есть кстати вот например у детей которые из детдомов я рассматривал их у них у всех практически поражена луна то есть у них как бы в нет матери то есть нету заботы той кстати это потом дает такой участок комплекс не психологически глубинный комплекс неполноценности обретение семьи и и они что всех у многих из тех кто обращается по вопросу бездетности там два варианта либо не там живет либо ну скажем здоровый человек но просто живет на линии бездетности скажем астрологически либо у него психологический вот этот комплекс отсутствие скажем заботы тепла материнства и он в подсознании глубоко сидит и человек боится быть отцом ноги в данном случае женщина мать то есть у нее программа такая что если мать то значит как бы тогда ребенок где-то в одном месте мать другом она не хочет это тогда лучше вообще как бы ребенка не рожать то есть вот о чем скажем существует такая вот проблема ну скажем так вы знаете вот вы прямо сейчас описали ситуацию которая была другой моей не знаю человеком которая тоже попросила консультации но это было мини консультация точнее и она не задает вопрос позвонила после эфира и задает вопрос вы знаете я 20 там чем-то лет живу с мужем и до сих пор не могу забеременеть и чтобы мы только не делали куда мы только не обращались и вроде бы у всех есть в семьях все с этим делом в порядке было ей ну где-то 45 лет уже то есть на пределе уже да получается а что вы мне посоветуете я ну во первых как я могу такие вещи советовать но я посчитал ее так сказать нумерологическую карту и я предположил она сказала это просто невероятно как вы это можете знать о чем идет речь у нее не было установки на для того чтобы иметь семью вообще не было установки это проблема внутренние скорее всего из остановки нет это надо смотреть какие взаимоотношения у нее были с ее мамой кстати это обычно мама либо где-то работала не могла слить либо вообще была излишне жесткой может даже жестоким таким воспитателем для ребенка и нанесла и глубинную травму и это травма она является это вот работать надо во-первых психологически то есть во первых простить маму то есть часто глубинная обида у этих девочек на своих мам за то что они ну скажем не дали им этой любви материнской заботы и а знаете замкнутый круг такой идет поэтому надо в первую очередь работать в прошлое это вот техники есть которых на практике затмения они отрабатываются когда человек в прошлое ментально уходит и вот там какие были завязки негативные он их скажем так стирает и тогда она скажем в будущем меняется в будущее вот есть специальные практики такие то есть я кратко как бы объяснял астрологии крайней мере я так обучаю и эта работа да это тоже астрология не только выказал там математика астрология это и понимание что человеческое тело это не только физическое тело она состоит как минимум семи тел и работы практики затмения они как раз работают вот эти четыре тела ближайших вот там ментальный астральное эфирное и физическое тело и вот с ними работа идет потому что большинство человечества неграмотно она не понимает она не знает что они не они полевые структуры а не физические тела и кстати это западный мир под это больше заточен чем восточный то есть там культ тела культ наслаждение его кстати легче поэтому западный мир купить через правильно сказать не западный мир а человека вот этой ментальности который у которого культ ну скажем слово такое найти подходящее предкорректное культ комфорта что ли вот что и поэтому поэтому вот так вот поэтому моя задача я чем занимаюсь не разоблачать вот этих обманщиков эти обманщики эти смирные фальсификаторы прошлого и настоящего у них задача они обучают это учителя они обучают вот этих молодых душ это строго что вы вот учите там ученик допустим часто пример привожу пятого там или десятого класса проходите по коридорам мимо экзамена там младшеклассников и вы подсказывать начинаете что это вас обман это тот дважды два это четыре будет и так далее ну так это их задача что с вами будет делать с вами сначала пригрозят пальцем а потом будут принимать меры поэтому на будущее майкл не только моя скажем безопасность но и ваша лично в том числе потому что такие темы мы получается как те старшеклассники которые подсказывают младшеклассникам и система сама обучения наказывает старшеклассников за то что они влезают в процесс обучения понимаете вот поэтому ответ на тот вопрос который был в начале что зачем это надо а это не надо всем определенному уровню душ которые прошли определенное количество воплощений здесь и они скажем как вот вы знаете в советское время астрономию изучали в десятом классе они в первом почему потому что для этого надо для чтобы вместить уже вот эти как планеты двигаются по каким орбитам уже надо было обучиться геометрии какой-то физики там и так далее понятен с каким-то предметом предыдущего такого уровня обучения сразу нельзя в детском саду взять и вот эти вещи которые аэрокосмическая скажем индустрия которые используют давать таран андрей все правильно я переключу там на секундочку дело в том что у нас есть и другие программы естественно и вот именно в этих программах мы как раз таки об этом всем и говорим то есть это не профанация мы даем информацию как ей воспользуется человек да я согласен есть радио это вообще хороший проект который именно не цирк устраивает из этого как это выразилось а именно скажем антицирк если так нужно выразиться то есть как раз то показывает всю научность и серьезность этих явлений этих этих тайных скажем эзотерический эзотерический срез нашей жизни да давайте андрей у нас вопрос ну давайте я может быть сама политические вопросы даже не озвучивайте обижаются как хотят я не буду отвечать на какие-то про теракты какие-то рассказывает там про убийство чьи-то я не хочу это даже вибрации политический вопрос у нас нету политических тем как правило если они есть то в контексте совсем друг к этому подводится майкл понимаете к этому все подводится я просто не хочу вопрос на которую можно частично ответили я приверженец больше восточной скажем философии номерологии астрологии есть такие методы гармонизации будет так или устранение выйти из планет вы сейчас ответьте сами вопрос такой можно ли вообще выйти из-под влияния планет значит можно каким-то образом устранить скорректировать вот как андрей сказал стереть какое-то войдя в какие-то просто есть такое джотиш это физическая астрология понятие упали кто захочет можете посмотреть у нас есть на канале буквально недавно была передача методы устранения скажем негативного влияния планету упрощенно говоря у нас будет буквально в среду будет передача она еще не объявлено по ведической астрологии и мы об этом тоже будем говорить но устранить это это выйти из под влиянием колеса самсары только но это уже тогда человек не физическом теле находится правильно излагаю поправьте можно ли выйти полностью от влияния я отвечу так опять же восточной такой темой что есть две кармы скажем изменяемые и неизменяемые и та которая неизменная она преобладает чем глобально преобладает на той который человек может менять поэтому в большинстве подавляющем мы живем ту программу которую выбрали кстати до своего рождения это как вот вы билет купили вот москва киев например да там если еще ездить признать ездить тема политики ночи то вы будете ехать все эти остановки которые есть там калуга там не знаю хутор михайловский и вы их не объедете правильно мало того вы приедете вы даже знаете во сколько прибывает поезд на вокзал вы знаете то есть у вас есть ограничения вы только можете ехать в ту сторону у вас есть свобода ходить по вагону смотреть в одно окно либо в другое но поехать во владивосток вы не вправе на этом поезде вам даже если вы захватите там это не знаю там паровоз и все движение по вану в другую сторону обрезе с другой стороны москвы понимаете это же в принципе вот об этом речь что разговоры вести что мы сильнее планеты и планеты нас планеты это инструмент нашего здесь исполнения нашего скажем так бизнес плана на жизнь нашей программы который мы выбрали до своего рождения то есть вот как вы пришли на первые поступаете в институт и вы поступаете на какой-то факультет так вот учебный план это ваша судьба лет да ну и сколько стим сейчас учится каждый экзамены это все запланировано причем прошу заметить не вами и мало того избежать да можете избежать будьте отчислены то есть это как бы аналогия дантеса такого не хочешь выполнять учиться все выбрасывать жизнь отсюда преждевременный уход получается как бы новую человека как студента отчисления происходит вот об этом и речь то есть вот здесь вы в праве скажем так поменять учебный план вот задайтесь вопросом студента есть полномочия изменить учебный план изменить допустим формат диплома который там государственного образца который там формируется какие-то комиссии нет у него нету этих он не может даже отозвать членов комиссии которые диплом на работу будет его принимать это не его в полномочиях они кстати это как олицетворение планет неких поэтому всяк сверчок знай свой сучок понимаете еще такая поговорка есть каждый суслик агроном понимаете поэтому чтобы вот не был из нас каждый сусликом себя как бы этом до что он агроном то есть у нас мы здесь пришли мы учимся мы здесь студенты и есть как бы обучающий персонал который нас учит и те студенты которые входят в иллюзии думают что у них свобода слова такая и право что они могут поменять процесс глубоко и жестоко ошибаются вот и все жестоко причем в последующем потому что санкции вот этой системой накладываются на этих студентов которые не ходят на учебу очень жесткие их отчисляет из университета из института и дают диплом и деньги не возвращают за учебу потраченное время молодость деньги и его как бы пустая потрата времени вот такая аналогия скажем с этим понятно дорогие друзья у нас остается немного времени до окончания нашей программы то есть буквально несколько минут задавайте ваши вопросы но дело в том что андрей бухарин должен у него график свой вот это час он уделяется на гейтс центру сангейтс радио я функционирую в другом графике поэтому если у вас будет желание комната будет открыта потому что есть скажем какие-то моменты которые может быть и не было бы я мог бы ответить на вопросы мы не осветили я почему написал понятие ну часто задают вопросы вот видите и здесь прозвучали как отличить настоящее от ненастоящего как определить это правда где правда где выносил как определите человек шарлатан где не шарлатан как определить изучать астрологию майкл и это будет изучать астрологию они будут по крайней мере на многие эти вопросы отвечать себе еще поэтому астрологию и боятся представители рыб уходящие потому что она раскрывает их мутные скажем деятельность их планы и так далее так далее вот пример моих исследования прогнозирование победой президентов соединенных штатах америки вот пример того что как какая иллюзия была что победит хиллари клинтон какие-то аргументы только не как внушение какой массовой было психоз скажем такой что она уже все уже все за нее все там отчеты и так далее а наука показывала победит дональд трамп и по факту мы увидели что следующим президентом стала не хиллари клинтон а дональд трамп вот это классический пример того что причем этой техникой может владеть любой пятиклассник понимаете то есть это практически можно любые выборы смотреть и понимать что все это по телевизору эти все дебаты и прочее все это спектакль а фактически вот этот человек будет скажем займет эту должность мест причем это просто это не что-то там что-то открыто поклоняйтесь за это там и так далее нет наука да тут не вопрос комментарий кстати согласен но это веяние вот с точки зрения астрологии почему вопросы провокационные я именно сегодня вот какой то вот сегодня такая интересная транзиты такие идут конечно это личные транзиты которые показывают что будут разговоры конфликтные и я кстати до передачи между прочим я с майклом разговаривал и говорил а может передачу отменить майкл потому что потому-то потому-то вот майкл подтвердит это единственный момент дорогие друзья вы должны это понимать мы делаем все для вас не потому что нам это надо поговорить зачем-то никто никого вы же видите никто никого никуда не вовлекает спасение уступающих делаю рот сами потопающих мы даем информацию это что сегодня происходит она как говорил звонецкий большая беда нужно катастрофа нужно для чего да чтобы пролился свет чтобы осветил иначе человек не поймет ему надо стукнуть вот тогда он начнет шевелиться может быть просто так мало кто шевелится и вот эти вот настроения такие вот конфликтные такие ситуации я вижу я чувствую его буквально вот так скажем энергии она идет из экрана не та которая была поэтому давайте будем задавать вопросы по теме во первых во вторых как-то более действительно я хочу еще добавить просто если мы фокусируем внимание на негативных новостях мы вовлекаемся в это и мы разрушаем свое счастливое будущее вот это надо понять вот любые новости уже говорю вот сейчас я открываю новости вот сейчас на яндексе пожалуйста первые пять новостей вот считаю просто так кратко первое взрыв в метро 1 то есть убийство 2 позор так обвинение польши по ту 154 опять про убийство 2 премьер такой-то ушел в отставку то есть крах карьеры в таком-то месте протесты там опять плохая новость премьер такой-то страны набрал столько-то выборов смотрите из пяти новостей раз-два два про смерть 2 про крах бизнес там проекта какого-то или там политического какого-то и одна новость такая более-менее там что какой-то человек там победил в политической какой-то там год то есть когда мы плохо значит поймите наше будущее если мы формируем будущее свое светлое хорошее доброе почему нет коррекция скажем немножко болезненные но вот эти вопросы потому что они если мы обсуждаем с вами майкл мы значит уходим эмоции у нас эмоциональный вибрационный фон уходит на них низкие частоты наши мысли притягивают и мысли слушателей притягивают деструкцию причем массовую а если мы говорим о позитивных как каких-то людях позитивного прошлого которые там прекрасно говорим то вибрации наши идут выше состояние любви ликования и тогда наши цели достигаются понимаете поэтому давайте не будем вестись на поводу у деструкторов у демонов задача которых у них фаза сейчас до 2025 года фаза разрушения старого миропорядка это их работа это как мухи червяки доедают тело скажем там уже которая умерла это их давайте не будем на этот уровень опускаться вот я хочу о чем сказать понимаете а те кто опускается те те останутся с этим титаником уходящей эры обмана и иллюзий поэтому я предлагаю фокусировать свое внимание только на был позитивные какие-то вещи которые будут и новости и информацию которая будет давать вибрации именно высокочастотные а не низко частотные вот всего лишь поэтому понимаете кто против этого да нет проблем не слушайте меня да и все ходите к другим астрологом либо кто будет кто допустим поддерживает эту тему кто любит допустим в этих энергиях копаться да я никого не да просто у каждого знаете артиста если так выразиться своя свой зритель у каждого писателя свой читатель также и здесь пришли да я такой да я вот я не хочу тему зла разрушения обсуждать мне она противно понимаете и я не хочу притягивать свою жизнь и вашу жизнь майкл и в жизнь наших слушателей уважаемых беду а если они фокусируются на этих низких частотах то они притягивают беду к себе зачем вам беда нужно андрей нужно вот и все точно согласны с вами абсолютно все наши радиослушатели теле зрители включая меня самого я хочу сказать вот что я читаю комментарии всех практически я могу сказать что и меня это очень и очень радует о том что но нету вообще нету если раньше попытались там какие-то ну придурки не знаю каких назвать и мат там был буквально пару раз это было то естественно я их удалял нету абсолютно никаких даже нейтральных отзывах и это радует потому что люди прекрасно понимают о чем идет речь я не думаю что здесь были вопросы провокационные просто люди не знают о чем идет речь они задают вопросы просто это не провокации речи что это вибрации другие понимаете я немножко дальше в лес я прошу кстати это даже потом поговорим после записи сам факт игру что мы если мы фокусируемся на низких вибрациях мы притягиваем свою жизнь горе безденежье крак карьеры там разрыв отношений с любимыми болезни понимаете так далее она вам надо вот я спрашиваю вам это надо если надо идите тогда слушайте других кто это обсуждает я не хочу генерировать энергии низкой чистоты не хочу притягивать ваше внимание уважаемые слушатели на чтобы впоследствии этих вы разрушались и кстати хочу сказать что две категории есть людей одни которые по незнанию это а есть такие меньшинство знаете осознанные людоеды которые специально это делают которые будут вовлекать это вот такие вот как выразился там назвал их другим там словно это такие провокаторы тролли которые наоборот надо которые как служат темным силам которых задач они все понимают майкл они все осознанно делают с ними в дебатах без толку вообще общаться по что они осознанные скажем такие деструкторы они просто люди которым там пытаются что-то понять типа объясните я не понимаю как это так вот поэтому вот такие если то есть я надеюсь что задавали вопросы как раз люди которые искренне но не знали так без сомнения человек который осознанно все понимает какие проблемы то есть очень хорошо это описывает в своих книгах трансерфинг вадим залан рекомендую почитать наверное все читали тем не менее вот деструктивная маятник как он их называет и об этом мы кстати не ведем абсолютно речь эти вопросы мы не обсуждаем это все в назидание кстати дорогие друзья мы вот с андреем говорили вот о чем темы которые предлагаются вашему вниманию эта тема которая затрагивает скажем может быть лично меня может быть лично андрея вы предлагаете ваши темы и поскольку еще раз я полагаю так что сангейтс центр сангейтс радио интернет портал вот этот интернет портал он все-таки не имени кого-то это вратах свету понимаете свет поэтому вы есть наш свет и хотелось бы чтобы вы тоже участвовали в этом вопросе предлагайте темы вот мы будем допустим говорить о каких-то политических или даже не подтверждение политических а каких-то личностях которые могут делать историю так это могут быть и скажем очень серьезные вот мы обсуждали в андрей говорит александра сергейся пушкина допустим да спасибо большое вот приятно быть вашей компании в нашей компании так что мы рады и вот таких личностей мы будем выводить но есть личности безусловно демонические словно деструктивные личности но они наши учителя извините болезни нашего учителя извините то что происходит с нами это наши учителя если плохое произно происходит на момент что называется карма ну пока я не поехал и не пожил в инди и много раз я этого тоже простите не знал но теперь я знаю я с этим согласен это все очень и очень строго логично очень и очень объяснимо это все и мы будем об этом говорить что почитать почитать и много всего почитает но посмотрите приключение пиккина в больнице луи де фенесса на первом этапе кинокомедия это уже сразу можно смеяться и так далее хотя время сейчас другой андрей чтобы вы нам сейчас пожелали для повышения наших вот высокие вибрации короче говоря во первых я хочу поблагодарить всех слушателей кто находит время возможность присутствовать на наших расскажем таких диалогах поблагодарить майкла за то что он скажем столько сил вкладывает этот проект бегает там с утра ни свет ни заря едет в офис к себе то у нас тут день а у него уже там раннее утро это знаю я знаю эту кухню как он действительно трудится и поэтому я искренне благодарен что такие люди есть и которые как-то вот такую площадку делают информационную которая со временем станет такие очень крупной площадкой для здравомыслящего человечества во вторых я хочу сказать что пожалуйста не воспринимайте мои слова серьезно это только мое личное мнение я как любой человек я тоже могу ошибаться может на самом деле все и было я просто вот такое вот мнение мое поэтому не надо скажем меня божествлять вот и не надо скажем какую-то создавать такую знаете имейте имейте поймите различия между математикой и математиком если математик допустим допускает какие-то ошибки в каких-то расчетах это не значит что наука математика несостоятельна также в астрологии если астролог что-то ошибается с каким-то выводами своими астрологически это не значит что наука астрология это не объясняет просто уровень компетенции этого строго недостаточен данным чтобы как-то объяснить то или иное событие поэтому всем вам мира добра любви разума будьте зрячими умейте различать ложь и поможет нам всем в этом именно знание грядущей эры водолея именно это архаичное название астрология в общем то я бы больше сказал что это раздел физики волновая механика и хронобиологии все такое что ты где-то вот в этой области я пытаюсь это изучать изучаю какие-то закономерности нашел естественно что для этих слуг тьмы которые мучают эту виду для них это у них это как рыбу любую из воды вы поднимаете она что с ней происходит когда на воздухах ливнула она сразу кверху пузом плавать для них опасны для жизни понимаете естественно что они будут сопротивляться они будут создавать какие-то законы наказывающие за это они будут объявлять сумасшедшими те кто будет это объявлять сектантами и прочим набором каких-то ярлыков и прочих но это их время сейчас еще раз говорю до 2025 года на что он конец света какой-то начинается новая эра так же как в 1917 году начнется построение нового то есть идеологически новый 108 летний цикл идеологии все из этого момента астрологию по многим астрологическим показателям я так вижу что она начинает признаваться официально понимаете а до этого времени она будет естественно профанироваться как-то естественно теме те кто плавут на титанике они будут на титанике вы так выразился они будут это дело пока их власть еще есть до этого времени при какие-то шаги делать запретительного характера и я это понимаю сознаю это и просто пока есть возможность такая изучайте астрологию потому что будет возможно какой-то период когда опять дело будет под запретом опять будут как бы охота на ведьм но это все временно астрологии тысячи и тысячи лет и никакие запреты эту науку ничего с ней не сделали потому что она работает спасибо большое дорогие друзья на этом наверное надо закончить нашу программу дело в том что время да я немножко вышел из-за того мы уже вышли дело в том что программа то это и и или убрать или не убирать но те кто будут смотреть записи эту программу тяжело будет смотреть поскольку она длится уже 1 час 10 минут если мы будем продолжать или я буду продолжать то тогда будет еще тяжелее а разделить сложно будете найти сложно будет форматывать это все уже непонятно на каком этапе поэтому давайте мы делаем так как и друзья сейчас мы расстаемся с андреем бухариным благодарим его я бы даже сказал ныне приз на его имя веков это было религиозная передача вот поскольку закончилась на такой ноте и я хочу поблагодарить вас дорогие друзья за то что вы были с нами сдавали свои вопросы и будете задавать свои вопросы вопрос по существу у вас новая кружка андрей но это он ответит следующий раз нет просто схватил какая была с медведем она жива здорово еще потом это означает люди вас любят знаю спасибо спасибо всем до новых встреч